Категория пространства и категория эфир имеет один и тот же физический смысл. Это вместилище движущихся и покоящихся гравитонов. Гравитон это элементарный квант энергии, когда он находится в состоянии движения, и неделимая частица массы, когда он находится в состоянии покоя. Движущиеся гравитоны это гравитационное поле, покоящиеся гравитоны это масса. Таким образом, пространство, то есть эфир, является вместилищем гравитационного поля и массы. Масса — это конгломерат, то есть скопление гравитонов, находящихся в состоянии покоя, то есть гравитонов, отдавших массе кинетическую энергию. Ссылка 1, параграф 5. Гравитационное поле состоит из хаотически движущихся гравитонов и ориентированно движущихся гравитонов. Хаотически движущиеся гравитоны — это однородное гравитационное поле. Это компенсированная энергия, это нулевая энергия, это не выделившаяся энергия, это скрытая энергия, это темная энергия однородного гравитационного поля, то есть хаотически движущихся гравитонов. Потенциальная энергия однородного гравитационного поля, то есть хаотически движущихся гравитонов равна нулю. Ссылка 1, параграф 2. Ориентированно движущиеся гравитоны — это деформированные гравитационные поли. Это не компенсированная энергия, не нулевая энергия, не скрытая энергия, это не темная энергия, это выделившаяся энергия гравитационного поля. Поэтому данное гравитационное поле называется деформируемым. Это есть потенциальная энергия деформированного гравитационного поля. Ссылка 1, параграф 3. Эфир состоит из этеронов, то есть пространство состоит из этеронов. Этерон это минимальная неделимая ячейка эфира, то есть минимальная неделимая ячейка пространства. Этерон – это неизменяющаяся со временем минимальная единица длины, площади и объема. Все существующие в мире эталоны, изготовленные из любой массы, со временем увеличиваются в размерах, как и любая масса в гравдационном поле. Ссылка 1, параграф 5. При замере длины, площади или объема фактически считается количество этеронов, который помещается в данной длине, площади или объеме. Объем – это определенное количество этеронов, содержащиеся в данном объеме пространства, то есть содержащиеся в данном объеме эфира. Площадь – это объем толщиной в один этерон. Линия – это площадь шириной в один этерон. Точка – это линия длиной в один этерон, то есть это объем в один этерон. Энергия однородного гравитационного поля, то есть энергия хаотически движущейся гравитонов данного объема пространства, то есть данного объема эфира, Это сумма кинетической энергии всех гравитонов в этом объёме. Она является компенсированной энергией, нулевой энергией, невыделившейся энергией, скрытой энергией, то есть является тёмной энергией однородного гравитационного поля данного объёма пространства, то есть данного объёма эфира. Масса однородного гравитационного поля, то есть масса хаотически движущихся гравитонов данного объёма пространства, то есть данного объёма эфира, это суммарная масса всех гравитонов в этом объёме, если бы они находились в состоянии покоя. Из-за того, что гравитоны хаотически движутся, масса однородного гравитационного поля является нулевой массой, прозрачной массой, нематериализованной массой, невыделившейся массой, скрытой массой, то есть является темной массой однородного гравитационного поля, то есть хаотически движущейся гравитонов данного объема пространства, то есть данного объема эфира. Обозначим Е – энергия однородного гравитационного поля, то есть энергия хаотически движущейся гравитонов данного объема пространства, то есть данного объема эфира, в данной области гравитационного поля. Ссылка 1, параграф 2. Это сумма кинетических энергий всех гравитонов в этом объеме. Энергия однородного гравитационного поля Е, то есть энергия хаотически движущейся гравитонов данного объема пространства, то есть данного объема эфира, это компенсированная энергия, нулевая энергия, невыделившаяся энергия, скрытая энергия. Это есть темная энергия однородного гравитационного поля, то есть хаотически движущихся гравитонов данного объема пространства, то есть данного объема эфира. М – масса однородного гравитационного поля, то есть масса хаотически движущихся гравитонов данного объема пространства, то есть данного объема эфира в данной области гравитационного поля. Это суммарная масса всех гравитонов этого объема, если бы они находились в состоянии покоя. Из-за того, что гравитоны хаотически движутся, масса М однородного гравитационного поля – это нулевая масса, прозрачная масса, нематериализованная масса, невыделившаяся масса, скрытая масса, то есть это темная масса однородного гравитационного поля, то есть хаотически движущейся гравитонов данного объема пространства, то есть данного объема эфира. МГ масса одного гравитона СГ средняя скорость движения гравитонов Средняя кинетическая энергия Е одного гравитона Прямо пропорциональной массе гравитона МГ умножена на его среднюю скорость в квадрате То есть на СГ квадрат Е прямо пропорционально МГ СГ квадрат Энергия Е всех гравитонов однородного гравитационного поля То есть энергия хаотически движущихся гравитонов Данного объема пространства То есть данного объема эфира Прямо пропорционально сумме масс всех гравитонов М данного объема пространства То есть данного объема эфира Умножена на среднюю скорость квадрата гравитонов То есть на СГ квадрат Е прямо пропорционально М СГ квадрат Это выражение подтверждает то Что энергия это движущаяся масса Масса это покоящаяся энергия Одним из способов получения энергии Из гравитационного поля Является наличие массы в гравитационном поле Масса это конгломерат То есть скопление гравитонов находящихся в состоянии покоя, то есть гравитонов, отдавших массе кинетическую энергию. Масса в гравитационном поле является трансформатором энергии. Находясь в гравитационном поле, масса пронизывается гравитонами, часть из которых, отдавая свою энергию массе, остается в ней. Смотри рисунок 1. На рисунке 1 длинными красными стрелками имитируется энергия гравитационного поля Е, которая входит в массу, а короткими черными стрелками имитируется энергия гравитационного поля ЕМ со звездочкой, которая выходит из массы. Энергия равной разности между энергиями гравитационного поля Е, который входит в массу, и ЕМ со звездочкой, который выходит из массы, то есть Е минус ЕМ со звездочкой, преобразуется в потенциальную энергию гравитационного поля ЕП, деформируемого массой, и в термическую энергию массы ЕТ, полученную от гравитационного поля при его прохождении через массу. То есть Е минус ЕМ со звездочкой равно ЕП плюс ЕТ и равно постоянной величиной Для Р меньше РМ и больше нуля То есть внутри массы, где РМ радиус массы М Гравитационное поле это движущиеся гравитоны Поэтому выражение энергия гравитационного поля Е, которая входит в массу Является идентичным с выражением гравитона с кинетической энергией Е, которая входит в массу А выражение энергии гравитационного поля ЕМ со звездочкой, который выходит из массы Является идентичным с выражением гравитона с кинетической энергией ЕМ со звездочкой, который выходит из массы Вокруг массы образуется деформированное, то есть неоднородное гравитационное поле С потенциальной энергией равной разности между энергиями гравитационного поля Е, который входит в массу И ЕМ со звездочкой, который выходит из массы В противоположных направлениях и направлено в сторону центра массы Ссылка 1, параграф 3 то есть ЕП равно Е минус Ем со звездочкой, для Р равно РМ, то есть на поверхности массы. Таким образом, масса деформирует гравитационное поле. В любой точке внутри массы, на расстоянии Р от центра массы, сумма потенциальной энергии гравитационного поля ЕП, деформируемого массой, и термической энергии массы ЕТ, полученную от гравитационного поля при его прохождении через массу, является постоянной величиной для данной массы в данной области гравитационного поля. Ссылка 1, параграф 4. То есть ЕП плюс ЕТ равно Е минус Ем со звездочкой и равно постоянной величиной, для Р меньше РМ и больше 0, то есть внутри массы. Потенциальная энергия гравитационного поля внутри массы, на расстоянии Р от центра массы, прямо пропорциональна массе, заключенной внутри сферы радиуса Р, и обратно пропорциональна радиусу Р, то есть ЕП прямо пропорциональна МР деленной на Р, Для r меньше rm и больше нуля, то есть внутри массы, где mr – масса, заключенная внутри сферы радиуса r. Масса, которая не заключена внутри сферы радиуса r, не деформирует гравитационное поле внутри сферы радиуса r. Для r меньше rm и больше нуля, то есть внутри массы. Отсюда вытекает то, что внутри полого тела гравитационное поле является однородным, недеформированным. Внутри полого тела потенциальная энергия прямо пропорциональна разности энергии гравитационного поля с противоположных сторон равна нулю, то есть ЕП равно нулю, это внутри полого тела, для R меньше РЕ, где РЕ – радиус внутренней поверхности полого тела. Ссылка 1, параграф 6. Потенциальная энергия в любой точке вне массы на расстоянии R от центра массы прямо пропорциональна массе и обратно пропорциональна расстоянии R от центра массы. ЕП прямо пропорционально М делённый на Р Для Р больше РМ и меньше бесконечности То есть вне массы Потенциальная энергия гравитационного поля Это не компенсированная энергия Не нулевая энергия Не скрытая энергия Это не тёмная энергия Это выделившаяся энергия Это энергия деформированного гравитационного поля То есть энергия ориентированного движения гравитона в пространстве То есть в эфире к центру массы В гравитационном поле масса нагревается и растёт по величине благодаря гравитонам, которые остаются в массе. Ссылка 1, параграф 5. Чем больше масса, тем больше сумма потенциальной энергии гравитационного поля ЕП, деформируемого массой, и термической энергии массы ЕТ, полученной от гравитационного поля при его прохождении через массу, и тем выше частота максимума излучения термической энергии массы. Для определенного количества массы частота излучения в максимуме термической энергии массы, полученной от гравитационного поля при его прохождении через массу, попадает в видимую область спектра. Такие массы называются звёздами. Ссылка 1, параграф 4. Масса, получившая начальную кинетическую энергию, в дальнейшем движется за счёт инерционной энергии гравитационного поля. Инерционная энергия гравитационного поля равна разнице между потенциальными энергиями гравитационного поля на тыльной и на передней сторонах движущейся массы. Благодаря инерционной энергии гравитационного поля масса движется с кинетической энергией, равной кинетической энергии, полученной в начале движения. Это движение массы называется движение по инерции. Ссылка 1, параграф 8. Если масса движется прямолинейно и вращается, у вас вращение, которое перпендикулярно вектору скорости прямолинейного движения, то имеет место периодическое увеличение и уменьшение объема частей массы в синхронной скорости вращения. Это явление называется приливы и отливы массы. Ссылка 1, параграф 9. Выводы и краткий обзор. Категория пространства и категория эфир имеют один и тот же физический смысл. Это вместилище движущихся и покоящихся гравитонов. Гравитон это элементарный квант энергии, когда он находится в состоянии движения, и неделимая частица массы, когда он находится в состоянии покоя. Эфир состоит из эфиронов, то есть пространство состоит из эфиронов. Эфирон это минимальная неделимая ячейка эфира, то есть минимальная неделимая ячейка пространства. Эфирон это неизменяющаяся со временем минимальная единица длины, площади и объема. Объем это определенное количество итеронов, содержащиеся в данном объеме пространства То есть содержащиеся в данном объеме эфира Площадь это объем толщиной в один итерон Линия это площадь шириной в один итерон Точка это линия длиной в один итерон То есть это объем в один итерон Все массы во Вселенной от микрочастий до черных дыр В их прошлом были гравитационным полем То есть движущимися гравитонами в пространстве то есть движущимися гравитонами в эфире. Масса — это конгломерат, то есть скопление гравитонов, находящиеся в состоянии покоя, то есть гравитонов, отдавших массе кинетическую энергию. Энергия однородного гравитационного поля, то есть энергия хаотически движущихся гравитонов данного объёма пространства, то есть данного объёма эфира, является компенсированной энергией, нулевой энергией, невыделившейся энергией, скрытой энергией, то есть является тёмной энергией однородного гравитационного поля данного объема пространства, то есть данного объема эфира. Масса однородного гравитационного поля, то есть масса хаотически движущейся гравитонов, из-за того, что гравитоны хаотически движутся, является нулевой массой, прозрачной массой, нематериализованной массой, невыделившейся массой, является скрытой массой, то есть является темной массой однородного гравитационного поля данного объема пространства, то есть данного объема эфира. Энергия однородного гравитационного поля, то есть энергия хаотически движущихся гравитонов данного объема пространства, то есть эфира Прямо пропорционально сумме масс всех гравитонов m данного объема пространства, то есть эфира Умножена на среднюю скорость квадрата гравитонов, то есть на cg квадрат E прямо пропорционально m cg квадрат Это выражение подтверждает то, что энергия это движущаяся масса Масса это покоющаяся энергия Одним из способов получения энергии из гравитационного поля является наличие массы в гравитационном поле Масса в гравитационном поле является трансформатором энергии Часть энергии гравитационного поля в массе преобразуется в потенциальную энергию гравитационного поля, деформируемую массой, и в термическую энергию массы, полученную от гравитационного поля при его прохождении через массу В гравитационном поле масса нагревается и растет по величине благодаря гравитонам, которые остаются в массе Для определенного количества массы, частота излучения в максимуме термической энергии массы, полученной от гравитационного поля при его прохождении через массу, попадает в видимую область спектра. Такие массы называются звездами. Сейчас продемонстрирую фильм, который называется «Ньютон был неправ». Массы не притягиваются между собой, а сжимаются гравитационным полем к их общему центру массы. Физика ЗМВ – основы новой физики. Заставницкий Михаил, город Кишинев. На основе физики ЗМВ был выполнен эксперимент, который показывает, что массы не притягиваются между собой, а сжимаются гравитационным полем к их общему центру массы. Если массы обладают соответствующей кинетической энергией, то они вращаются относительно их общему центру массы. Основой данного эксперимента является макет звездной планетарной системы. Он состоит из большого перфорированного цилиндра высотой 100 мм и диаметром 440 мм, который играет роль стенки макета и ограничения движущейся массы внутри макета. Через ее отверстие воздух может свободно проходить снаружи внутрь макета. В центре макета находится маленький перфорированный цилиндр. Смотри рисунок 1. На рисунке 1 показан эскиз макета звездной планетарной системы. 1. Это наружный перфорированный цилиндр, который играет роль стенки макета. 2. Это внутренний центральный перфорированный цилиндр, который играет роль центральной массы. Сверху макет накрывается стеклянным диском диаметром 440 мм. Расстояние между стеклянным диском и дном макета можно регулировать. 2. Молекулы воздуха из вне макета проходят через перфорированную стенку большого цилиндра, затем перфорированную стенку маленького цилиндра. То есть движутся по радиусу благодаря эвакуации воздуха из полости центрального цилиндра с помощью турбинного двигателя. Смотри рисунок 2. На рисунке 2 стрелками показаны направления движения молекул воздуха. Молекул воздуха снаружи макета проходят сквозь перфорированную стенку наружного цилиндра, далее, двигаясь по радиусу, проходят сквозь перфорированную стенку внутреннего цилиндра, высасываясь наружу турбинным насосом. Таким образом центральная масса сжимается молекулами воздуха к ее центру. Вокруг центральной массы образуется потенциальная энергия воздуха из-за извлечения воздуха из полости центральной массы, направленная к центру центральной массы. Эвакуируемый воздух из центральной массы в дальнейшем используется для создания вихревого потока, который будет вертеться в пространство между перфорированными стенками наружного и внутреннего цилиндров. Таким образом между перфорированными стенками наружного и внутреннего цилиндров молекулы воздуха могут двигаться и по круговым траекториям. Это необходимо для поддержания кинетической энергии малой массы, которая будет двигаться внутри макета. Данным образом имитируется движение малой массы по инерции с разными скоростями в зависимости от скорости вихревого потока. Смотри рисунок 3. На рисунке 3 стрелками показаны направления движения молекул воздуха. В пространстве между наружными и внутренними цилиндрами молекулы воздуха могут двигаться и по круговым траекториям. В макете есть возможность создавать направленный поток воздуха через сопла диаметрами 100 мм от одного края перфорированной стенки макета. Через центральную массу и в обходе ее до противоположного края стенки макета. Смотри рисунок 4. На рисунке 4 стрелками показаны направления движения молекул воздуха от сопла 1 к соплу 2. Молекуль воздуха от сопла 1 проходит через наружную перфорированную стенку макета, затем через перфорированную стенку центрального цилиндра и в обход его, потом опять через наружную перфорированную стенку макета до сопла 2. Сопло 2 соединяется с соплом 1, тем самым достигается замкнутая циркуляция воздуха. В качестве малой массы используется пенопластовый шарик или шарик для настольного тенниса. Имитация всемирного сжатия. Случай, когда малая масса не движется относительно центральной массы. В макет вводим малую массу, которая имитирует планету, астероид, комету, метеор. Включаем турбинный насос. Постепенно увеличиваем поток воздуха и эвакуируем его из центрального цилиндра. Вихревой поток не включен. Таким образом мы имитируем увеличение центральной массы. То есть имитируется увеличение потенциальной энергии гравитационного поля. При определенной величине центральной массы, то есть при определенной скорости потока воздуха, эвакуируемого из центрального цилиндра, малые массы прижимаются к молекулам воздуха к стенке центрального цилиндра. Таким образом мы имитируем всемирное сжатие масс. Малые массы сжимаются гравитационным полем к большой центральной массе, звезде, планете. То есть падают на звезду, планету. В кавычках падают. Имитация движений массы со второй космической скоростью. Постепенно увеличиваем кинетическую энергию молекул воздуха, который находится в пространстве между перфорируемыми стенками большого и малого цилиндров, путем увеличения вихревого потока воздуха. При определенной кинетической энергии молекул воздуха, малая масса, находящаяся ранее прижатой к стенке центрального цилиндра, утрывается с ее поверхности и вращается по самому большому радиусу. Если бы не было перфорированной наружной стенки, малая масса улетела бы наружу. Таким образом, имитируется движение малой массы планеты, астероида, кометы, метеора со второй или большей космической скоростью, соответствующей данной большой массе, звезде, планете. Данная звезда, планета, не может удержать массу с такой большой кинетической энергией. И имитация движения массы с первой космической скоростью. Пусть имеем случай, когда малая масса движется со скоростью равной или большей второй космической скорости, соответствующей данной центральной массе. Постепенно уменьшаем кинетическую энергию молекул воздуха, которые вращаются в пространстве между перфорируемыми стенками наружного и внутреннего цилиндров, путем уменьшения вихревого потока воздуха. Тем самым уменьшается и кинетическая энергия движущейся там малой массы. При определенной кинетической энергии малой массы, то есть определенного вихревого потока воздуха и определенной величины центральной массы, то есть определенного потока воздуха, эвакуируемого из центрального цилиндра, Малая масса вращается вокруг большой массы по круговой орбите. Таким образом имитируется движение малой массы планеты, астероида, кометы, метеора. Вокруг большой массы звезды планеты с первой космической скоростью, соответствующей данной большой массе звезде планеты. Имитация первого закона Кеплера. Включаем вентилятор, который создает направленный поток воздуха через сопло от одного края перфорированной стенки макета через центральную массу и в обходе ее до противоположного края стенки макета. Таким образом имитируется движение центральной массы звезды планеты в гравитационном поле. Малая масса планеты, астероид, комета, метеор в этом случае движется вокруг центральной массы звезды планеты по эллипсу, в одном из фокусов которого находится центральная масса, звезда планеты. Таким образом качественно имитируется первый закон Кеплера, который гласит. Траектории движения планет представляют собой эллипсы, в одном из фокусов которых находится Солнце. Продолжение следует. Имитация всемирного сжатия Случай, когда малая масса движется со скоростью меньшей первой космической скорости, соответствующей данной центральной массе Пусть имеем случай, когда малая масса движется со скоростью равной первой космической скорости, соответствующей данной центральной массе При уменьшении кинетической энергии, то есть уменьшении скорости малой массы, радиус ее орбиты уменьшается И в конечном итоге малая масса сжимается молекулами воздуха к большой центральной массе Таким образом мы имитируем всемирное сжатие масс Малая масса сжимается гравитационным полем к большой центральной массе, звезде планеты То есть падает на звезду планету Падает в кавычках Спасибо за внимание Не понял Да, перфорированы Пусть идет, он свободно Как это имитируется Сжатие гравитонами Молекулы воздуха я имитирую как гравитоны Гравитоны с космоса сжимают Землю А часть гравитонов, которые выходят с той стороны Земли Я ее называю ЕМ со звездочкой Вот, вот Земля Вот гравитоны с энергии Е Выходят с меньшей энергии ЕМ со звездочкой А заходят сюда гравитоны с большой энергии Е и выходят с маленькой энергии То есть то же самое ЕМ со звездочкой То есть вот эта разница между энергиями Е Минус ЕМ со звездочкой Это равно потенциальной энергии ЕП плюс ЕТ Потенциальной энергии гравитационного поля Потенциальная энергия не Земли А гравитационное поле имеет только потенциальную энергию Земля имеет только термическую энергию ЕТ ЕП плюс ЕТ Е равно постоянной величиной Констант Для данной массы в данной области Кравитационного поля Это внутри массы От центра массы Вот точка R Это земля Я имитирую Делаю макет звездной планетарной системы Макет внутри Да нет Это земля Я не могу Я объясняю Откуда берется потенциальная энергия Кравитационного поля Значит Это Наружный перфорированный цилиндр И внутренний перфорированный цилиндр Молекула воздуха Из внутреннего Заходит через перфорированные Стенки Перфорированные отверстия Наружного цилиндра Потом заходит Перфорированную стенку внутреннего цилиндра И отсюда он высасывается Наружу выбрасывается Воздух Я не могу Создавать такое условие Как для гравитона Гравитоны в центре массы Они остаются в массе И нагревают массу И увеличивают массу Вот Какая земля Вот эта земля Тогда здесь Это будет луна Или спутники И так далее А если это солнце Так здесь будет планета Земля Если это считать Что же это солнце Гравитоны заходят в солнце И остаются в ней Как бы Как пылесос В этом В массе Они остаются Масса в гравитационном поле Растет побеличнее И нагревается Поэтому и энергия Поэтому и земля Горячая внутри И энергия солнца Откуда? От гравитона Который заходит в солнце А я не могу создавать Такое То есть я пылесосом Имитирую Что гравитоны То есть молекул воздуха Остаются сюда Но они не остаются Они выбрасываются Наружи То есть делается Такая Как сказать Имитация Я понял Что этероны У вас Это не частицы Так? Этероны частицы Это Этероны Этероны частицы Или не частицы Материальные частицы Или нет? Материальные 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 частицы А как же Значит Гравитоны Тоже материальные частицы Не-не Вы что сказали Я спросил Этероны А Этероны Это не материальные Это идеальные Это изображение Гравитонов Я выяснил, что итероны это не материальные частицы. Тогда какой они формы, какие их размеры, даже воображаемые, если они ничто. Итерон это то же самое, как изображение какого-то предмета в зеркале. Это вроде одно и то же, 100% один к одному. И в то же время предмет этот, который изображается в зеркале, это материальный, а изображение это идеальный. Так и итерон. Итерон это изображение гравитона в пространстве. Значит, гравитона, материальная частица, она не полностью заполняет итероны, не может заполнить. Не полностью. Значит, остается пустота. Раз остается пустота, возникает масса вопросов. Все четыре вопроса из ньютона возникают. Возникают постоянные градиенты так называемого реликтового излучения, так называемое это и так далее. То есть все вопросы остаются ни на один, ни на один, ни на один. Но у реликтового это только что попросил гравитация. Это первый вопрос. И второй вопрос. Темная масса и темная материя, это разные вещи? Для меня я признаю темную массу. Но, наверное, темная материя, это включает и темную энергию, и темную массу. Потому что энергия тоже... Они не включают, это разные вещи. Они не могут включать себя. Я признаю только темную энергию и темную массу, в чем я оперирую. А материя, я думаю, что она включает и темную энергию, и темную массу. В одним словом, материя. А что значит энергия темная? Темная энергия. Давайте я объясню тоже на другом примере. Вот в этой комнате... Материально, материально. Понятие. Темная энергия. Физически. Так я вот хочу объяснить, что такое физический смысл этого. Вот в этой комнате есть молекулы воздуха. Они движутся хаотически. Это и есть невыделившаяся энергия. Это и есть нулевая энергия. Это и есть темная энергия, молекул воздуха в атмосфере, в данном объеме пространства. Значит, что... Как сказать? Это действительно, эта энергия, вы признаете, что она есть. Сумма всех молекул воздуха, это и есть темная энергия, энергия молекул воздуха. Можно делать такой эксперимент. Делаем в ресивере. Откачиваем воздух и включаем кран. Давайте такой эксперимент. И сразу поймете, что такое темная энергия. Вот. В ресивере. Вот. Вот здесь краник. В общем, ясно. Это дополнительное название, чтобы всем интереснее было. Потому что громовское движение, это и есть. Мне больше нравится компенсированная энергия. Это и есть компенсированная энергия гравитативного поля. Но ее можно и назвать нулевая энергия. Хорошо. Давайте такой вопрос. Это самое главное. Вот вы говорите, что вот эта темная энергия, это молекулы, которые туда-сюда хаотично движутся, да? Для воздуха, в случае воздуха. Да. Причина их движения. Кто их гоняет? Они же не сами прыгают по себе. Сами они не могут прыгать вечно, вечно. Конечно. Не могут. Потому что, ежели мы, это самое, с большой скоростью ударят по маленькой, этой самой молекуле, то у большой станет меньше, у этой. То есть они все устремлятся через некоторое время. Конечно, в итоге эта энергия тоже от гравитационного поля. Гравитоны. Так неважно. Постановка вопроса неправильная. Не может такого быть, чтобы они вот так сами по себе хаотично двигались. Кто-то по ним ударяет. Кто? Гравитоны ударяют. Они ставят их движение. Они передают... Но гравитоны же настолько, ну как бы, кто эфиром занимается, гравитоны настолько порядков там, в какой-то степени, я не знаю, какой меньше. А они разве могут гонять? Термическая энергия, которая, результат проникновения гравитонов через массу, это есть, как сказать, результат, это есть причина того, что молекулы воздуха движутся. Но это опять от гравитационного поля. Не с потолка, а энергии имеет только гравитационный поле. И вам что, время, да? Не жми сколько, не чисто, просто... Давай, давай, давай. Если я правильно понял, то это у вас была попытка объяснить на этом лабораторном эксперименте, на этом макете, да, устройство, допустим, какой-то планетной системы. Ну, допустим, Солнце-Земля. Да. Почему вот Земля вращается вокруг Солнца? Да. Так вот, в вашем макете, в этом, да, наружная стенка перфорированная, там все ясно, все понятно. Струи воздуха очистили, молекулы воздуха выталкивают и вращают этот шарик теннисный. Да. А в космосе, допустим, что является, что является этой наружной перфорированной стенкой, которая не дает улететь Земле... Ничего не... В природе ее нету. Просто если энергия вот этой массы больше, чем вторая космическая скорость, соответствующая данной центральной массе, то есть данной звезды планеты, просто она пролетит мимо и улетит. Я же не могу, как без этой стенки, как делать опыт, для того, чтобы я буду все время подбирать эти шарики. Они остаются там. И я говорю, если они движутся... Тогда вопрос, почему Земля не улетает за пределы? Потому что гравитационный полис сжимает Землю. Есть поток гравитона из космоса, поток гравитона, который заходит в Солнце. И Солнце растет, и... Гравитоны Землю прижимают к Солнцу. Да, 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 да. Как и макетон. В то же самое время от центральной, на вашем макете, тоже идут гравитоны навстречу этого шарика. Значит, от Солнца идут гравитоны навстречу Земле, которые не дают приблизиться к Солнцу. Это энергия этих гравитонов, которые проходят, прошли уже, часть энергии, которые прошли через Солнце, она намного меньше, чем энергия, которая с космоса. И разница между гравитонами, которые проходят через Солнце, и энергию, которая входит в Солнце, это разница Е-Е со звездочной. Это и есть потенциальная энергия, которая сжимает Землю к Солнцу и не дает ее улететь. Так что является или кто является регулятором, который регулирует эту энергию гравитонов от Солнца и энергию, идущую в сторону Солнца, который удерживает Землю на определенной орбите? Так никто не является, просто со временем Солнце растет по величине, и это, как и вот, давление все больше и больше. И земля, радиус Земли все меньше, я же показал там, как оно, радиус Земли, радиус вращения все меньше и меньше. И, как и вот, энергия, которая, Солнце увеличивается в размерах, энергия... Можно помочь? Он много правильного сказал. Хорошо, ясно. Давайте. Вы вводите моделирование, подобные процессы используете воздух. Вот радиальный поток, который всасывается в сток, вы называете гравитационными силами. Потом вы выпускаете поток наружу, и он начинает двигаться тангенциально, эти частицы. Что в вашем представлении, это какие частицы? Ну, с гравитацией понятно. Они как будто бы у вас движутся радиально в центр. Я понял. Я имитирую вот этим потоком, круговым потоком... Откуда он берется? Я понимаю, что вы выпустили из-за ограничения пространства формы, он начнет там кружиться по этому самому. Это называется динамическое вращение. Я имитирую... Вот от чего берется динамическое вращение, которое вы считаете, что это как будто бы, ну, подобно вращению вращательной системы. Это может быть совсем не солнечная система, потому что системы вращательные бывают динамические, с динамическим вращением и с статическим вращением. Вот какая там у вас солнечная система, тогда как вращается? Какое там, по законам, ну, статического вращения или динамического? Если бы этот эксперимент делать на космическом корабле, вот этот поток молекул воздуха, который крутится, и я имитирую инерцию массы, он не нужен. Нужен только... Нет, я закончу, я понял, что вы будете отвечать. Просто когда рассчитывали, ну, еще в классике движение планет, они использовали закон площадей. Так вот, при законе площадей они это вращение признавали статическим. То есть там скорость вращения зависит от расстояния такта. А у вас там вращение какое? Там оно, скорее всего, из-за этого всего, оно там динамическое. Там скорости разные, ну, не такие, как при статическом вращении. Понимаете? Я повторяю еще раз. Какие процессы вы моделируете? То есть я не уверен, что вот то, что вы называете, что вы моделируете такой-то процесс вот этим самым. Вы просто гоняете в воздух, но то, что он соответствует вращению планет, вот это нужно как-то обосновать. Как ваша система теории может обеспечивать устойчивость орбиты, например, планеты? Это, согласно Ньютону, это гравитационная сила, которая притяжена, и это центробежная сила, которая... Да, да, понял. Да, и это равна. Они, они скажут, скажут, современная, современная физика скажет, что это равна. Но это нестабильно, совсем нестабильно. Если эта планета немножко идет вниз, это будет вскоре, вы увидите. И если это немножко привлечет к Солнцу, это будет попадать, попадает в Солнце, вскоре. Чтобы обеспечивать человеческую устойчивость орбиты, нужно эффективно. Вы имеете в виду в макете или в натуре, в природе? Это соленоидарное волокно. Эфир это в форме волокна. И это соленоидарное волокно, которое связывает Солнце и Землю, когда это отращение гравитации оставлено. Я не считаю, что это волокно, которое обеспечивает Солнце и Эфир, которое обеспечивает Солнце и Эфир, которое обеспечивает Солнце и Эфир. Это элементарный квант энергии, когда он находится в состоянии движения. Потому что это... Как вы обеспечиваете устойчивость орбиты? Устойчивость орбиты, кто обеспечивает устойчивость орбиты? Равно, это не доказывает. Равно. Притягивающая сила и отталкивающая сила равна. Это не докажет устойчивость орбиты. Равенство не обеспечивает. Вот не понял вопрос. Я не понял вопрос. Что обеспечивает устойчивость Эфира, вот это вот, когда вот у нас, поскольку Эфир является связующим длином между гравитирующей массой и ну и то, что там уходится вокруг нее. Сила... Притягивающая сила, отталкивающая сила. Вот они равны для данной системы, скажем, для Солнца и для Земли. Они равны. В данный момент они равны. Когда Солнце начинает... То есть Солнце растет со временем, через тысячи, миллион лет, оно все больше и больше. Бальная препарат и проливание будет, как сказать, устраивать, без строя органа. я могу я напишу там что отнести на круглый стол И, как сказать, центры, и это гравитативный, и это, да, и, да, это беда, и, да, когда, когда это планы, планы, немножко идет в них, этот будет, да, это увеличается, это уменьшается, поэтому, это, нет, это увеличается, это, извините, уменьшается, это центры, центры гравитации, сыра, гравитационная сыра уменьшается, да, но это, извините, увеличается, да, это увеличается, это больше, чем это, нет, почему больше, потому что это, это сейчас, для данной земли, да, давайте тогда дискуссию уже, да, 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 вопрос довольно токий, хорошо по времени.